Вместо тротуаров козьи тропы, вместо реагентов песок, а еще опасные сосульки и больше 60 пострадавших на гололеде. Спустя день после снегопада кировчане так и не увидели нормальные приборки города. Напомним, в четверг дорожники получили двойку за борьбу с первым в сезоне снегопадом. Им было приказано исправить ситуацию к утру пятницы, но что-то снова пошло не так. КОНЕЦ Выезжая со двора на улицу Московскую, легковые машины буксуют в снежной каше. Ее подрядчики нагребли на бордюры, когда пытались расчистить дорогу. В итоге проезжая часть оказалась заужена. Такая же картина на Сурикова и Некрасова. Многие кировские улицы сегодня посыпаны песком. Хотя ранее дорожники обещали использовать исключительно соль. Оказалось, что ее просто недостаточно, чтобы обработать все дороги. Возможно, по этой же причине льдом покрылись и тротуары. Там, где нет так называемых козьих троп, люди рискуют подскользнуться. За последние два дня с травмами после падений в больницы обратились 62 человека. Двое госпитализированы. Опасности добавляют снежные шапки и сосульки, которые никто не торопится убирать с крыш. Кировчане оценивают пятничную приборку города на оценку 2. Тротуары, вот видите, не везде еще. Вот в наш дом не зайдешь. Вот трубочка идешь. Ни к чему не годится. Объявили, что все готовы, все ко всему. Даже ночью ведь можно было ночью все огрести. Ночью, утром уже все, пробки опять. Ну что за дела? Так скользко, не посыпает же ничего. Ну, по крайней мере, тут вот нет. Ну, вообще-то не очень хорошо чистить дороги-то, конечно. Я вчера шел, так они все говорили, ночью чистить дорогу. А вчера я проходил, в поликлинику ходил. Она как была, так и была снижена. Городские чиновники сегодня тоже оценили приборку города, правда, как успешную. Проверив работу дорожников, сообщили, что улицы стали намного чище. Говорят, что больше тысячи дворов уже расчистили от снега. А то, что осталось на дорогах, тротуарах и крышах, городминистрации считают недоработками. Их якобы должны устранить в ближайшие дни. Продолжение следует...